Взрослому Гарри Путеру привинтили к рукам пару пистолетов, и теперь он не может сходить в туалет. Это обзор на пушки Акимба, и вам будет и страшно, и смешно одновременно. В мире набирает популярность нелегальный бойцовский игровой клуб «Скизм». В нем игроки сражаются за авторитет и деньги. Ради этого они охотятся друг на друга. Кто проиграл, тот умирает и не в игре, а в реальном мире. Одна из участниц «Скизма» привлекательная, но очень жестокая девушка по имени Никс. Она такая крутая, что еще ни один соперник не смог ее одолеть. Мы видим бешеные гонки с перестрелкой, в результате которой Никс отправляет на тот свет очередного невезучего игрока. Тысячи зрителей смотрят их поединок в прямом эфире и кричат от восторга. Но в мире есть и самые обычные, ничем не интересные люди. Например, парень по имени Майлз. После скучной работы он сидит в соцсетях, играет в компьютерные игры и выпивает. Парень вспоминает, что в детстве мечтал стать супергероем, а стал... никем. На работе отношения не складываются ни с боссом, ни с коллегами. Впрочем, есть у Майлза одно странное хобби. Он гениальный интернет-тролль. После работы он садится за ноутбук и строчит едкие комментарии под роликами «Скизма». Наш герой ненавидит эту игру, ведь из-за нее люди превращаются в зверей ради славы и денег. В один из таких вечеров, выпив несколько бутылок пива, Майлз пишет слишком много гадостей о «Скизме» и ругается с админом этой игры. За это парня грозятся найти и наказать за хамство. Майлз смеется над такими угрозами. Но тут ему присылают номер его IP, и наш герой в ужасе закрывает ноутбук. Проходит совсем немного времени, и в квартиру Майлза кто-то стучит. На пороге стоит несколько громил опасного вида. Они выбивают дверь, ломают ноутбук Майлза, вырубают самого парня и везут в неизвестном направлении. Наш герой приходит в себя в каком-то подвале. Один из громил рядом с ним запускает электродрель и снова вырубает Майлза. В очередной раз парень открывает глаза уже в собственной квартире. Он смотрит на свои руки и видит, что к ним болтами прикручены настоящие пистолеты со счетчиками патронов. Майлз кричит, ругается и пытается воспользоваться мобильным телефоном. Но это совсем непросто. Он узнает, что должен сразиться с легендарным игроком по имени Никс. Если он откажется или обратится в полицию, ему конец. В это же время сама Никс устраняет очередных невезучих игроков и делает это без малейших усилий. Одолев всех противников, она выпрыгивает в окно за секунду до приезда полиции. Никс получает сообщение с именем своего нового соперника. И это Майлз. Замаскировавшись, девушка проникает в полицейский участок и находит досье на нашего героя. Тем временем Майлз очень хочет в туалет. Но снять штаны со стволами вместо рук – это слишком опасная затея. Одно неловкое движение, и можно остаться без очень важного органа. К счастью, процесс проходит удачно. Вот только как теперь одеть штаны? Майлз решает пока ходить без них. Он с трудом открывает входную дверь и встречает в коридоре Никс. Девушка вооружена и очень опасна. Майлз прячется от десятков пуль то за столом, то за диваном. Он пытается объяснить девушке, что вообще он обычный парень и не хочет играть в скизм. Но Никс это совсем не волнует. У нее есть цель, и она сделает то, что делала уже сотни раз. Понимая, что договориться не получится, Майлз убегает от агрессивной девушки по пожарной лестнице. Все это снимает и показывает в прямом эфире небольшой квадрокоптер. Зрители очень удивлены, ведь обычно Никс без труда расправляется со своими соперниками. А тут какой-то неизвестный паренек взял и убежал от нее. Майлз в халате и смешных тапочках бродит по городу. Он впервые за долгое время гуляет без мобильного телефона в руке и удивляется краскам окружающего мира. Парень замечает пару полицейских и умоляет их о помощи. Это плохая идея, учитывая парочку стволов, прибитых к его рукам. Копы тут же берут странного парня на прицел. Зрители смеются и делают свои ставки. Майлз пытается убежать от копов, но выстрел из шокера отправляет его в нокаут. Проблема в том, что из-за судороги в мышцах он совершает выстрел и попадает одному из полицейских в плечо. Майлз ползет к раненому копу, видит, что ранение не критичное и с облегчением убегает в один из переулков. Вскоре там же появляется и Никс, который отслеживает перемещение своей жертвы с помощью телефона. Майлз мчится в парк, где он должен был встретиться со своей девушкой новой. Не дождавшись парня, она садится в машину, но тут ее догоняет Майлз и запрыгивает на соседнее сидение. Нова в шоке от внешнего вида своего парня. Внезапно Майлз замечает Никс со стволом в руках и умоляет свою девушку как можно скорее валить отсюда. Никс злится, что ее соперник уже второй раз убегает от нее и в ярости взрывает квадрокоптер, транслирующий их сражение. Майлз рассказывает Нове о своих приключениях и показывает ей свои пистолеты. Испуганная девушка хватает газовый баллончик и выпускает струю ему в лицо. Наш герой вываливается из машины, а Нова с криками убегает искать полицию. Майлз прячется на какой-то помойке. Он находит большой мусорный бак и прячется там от вездесущих квадрокоптеров. Главарь скизма по имени Риктор очень доволен. За этим неудачником с пистолетами следят уже сотни тысяч зрителей. Спустя какое-то время Майлз вылазит из мусорного бака. Он находит там чьи-то старые штаны и хочет их одеть, но из-за пистолетов у парня ничего не получается. Наш герой в таком отчаянии, что даже готов покончить с собой, но его останавливает бездомный и заявляет, что он неправильно держит оружие. Тогда Майлз просит бомжа помочь ему одеть штаны, и тот соглашается. Нова приходит в полицию и рассказывает о своей встрече с Майлзом. Оказывается, пара полицейских, Ди Грейвз и Стэн, уже давно пытаются разоблачить скизм. Копы решают вести за девушкой круглосуточное наблюдение. В это время бездомный находит для Майлза старые кроссовки и помогает их зашнуровать. Парень просит у бомжа дать ему какой-то еды, и тот предлагает ему недоеденный хот-дог. Майлз валяет сосиску по земле, после чего подхватывает ее пистолетами и с наслаждением кусает. Несмотря на все неприятности, ответственный парень спешит на работу. Он обращается за помощью к своему коллеге, программисту Хадли. Тот сканирует телефон Майлза и находит там вирус, благодаря которому нашего героя очень легко выследить. Хадли настраивает телефон так, чтобы слежку можно было включать и выключать по собственному желанию. За этим занятием их застает босс Майлза, ругает парня за опоздание, унижает и грозится уволить. Потеряв контроль над собой, наш герой вытаскивает из карманов руки с пистолетами, наставляет их на босса и вспоминает ему каждое обидное слово. Пока Майлз кричит, кто-то выпускает в босса пулю. Конечно же, это Никс, которая продолжает охотиться за нашим героем. И снова начинается перестрелка. Парень прячется под столами коллег, забирает телефон и просит Хадли его прикрыть. И храбрый коллега это делает. Пользуясь моментом, Майлз спускается в подземный гараж и угоняет там чью-то машину, с трудом справляясь с управлением. Увидев это, Никс угоняет чей-то байк и преследует парня по городу, снова выпуская в его сторону десятки, а может и сотни пуль. В какой-то момент ей даже удается запрыгнуть на машину Майлза и разбить ему лобовое стекло. Не видя дороги, Майлз врезается во встречную машину и совершает грандиозный полет через лобовое стекло. Парень жив, но и Никс тоже готова продолжать бой. Наш герой ковыляет к заброшенному зданию, а яростная девушка продолжает за ним охоту. Майлз просит ее успокоиться, и Никс признается, что после его ликвидации, скизм поможет ей решить все проблемы с полицией. Тогда Майлз тоже начинает отстреливаться, но все пули летят куда угодно, только не в Никс. В какой-то момент одна из его пуль попадает в баллоны с газом, и происходит большой взрыв. Никс на секунду замирает. Она вспоминает аварию, в которой погибли ее мама и брат, и трясется от страха. Пользуясь ее истерикой, Майлз убегает из здания. Он бродит по вечернему городу и хочет остановить какую-то машину, но ни один водитель не готов ввести пассажира со стволами в руках. В отчаянии Майлз звонит Нове, и она просит его срочно идти в полицию. Вместо этого парень хочет уехать из города. Во время видеозвонка в квартире Новой появляется Риктор и похищает девушку. Главарь скизма требует парня драться с Никс, иначе с Новой случится что-то очень плохое. У Майлза появляется план. Он приезжает в заброшенный район, включает программу слежки на своем смартфоне и звонит в полицию, заявляя, чтобы они приехали сюда и арестовали Никс. Оставив телефон в одной из машин, парень собирается уйти, но все идет не по плану. Именно на этом месте в это время проходят разборки двух бандитских группировок. Они совсем не рады неожиданному свидетелю и наставляют на Майлза оружие. Наш герой становится на колени и готовится к худшему, но его неожиданно спасает Никс с пулеметом в руках. Она отправляет в иной мир всех бандитов, словно самый настоящий терминатор. А Майлз в это время со всех ног убегает прочь, ухитрившись при этом выстрелить в одного из бандитов. Догнать парня у Никс не получается, так как приезжает несколько нарядов полиции и хватает Майлза. Этот парень нужен полицейским в качестве приманки для Никс. Ди Грейвс рассказывает Майлзу, что много лет назад он пытался прикрыть скизм, и за это Риктор взорвал машину с его семьей. Выжили только сам детектив и Никс. Да-да, Никс это дочь Ди Грейвса. Именно поэтому мужчине так важно ее найти. Проблема в том, что она не знает, кто взорвал их автомобиль, и поэтому играет в скизм. В какой-то момент Ди Грейвс понимает, что напарник привез их не туда, куда нужно. Стэн выпускает в него пулю, вытаскивает из машины Майлза и показывает ему видео с Риктором. Мы понимаем, что Стэн тоже работает на скизм. Майлза снова требует драться с Никс, если он хочет, чтобы Нова осталась живой и невредимой. С помощью знакомой девушки-хакера парень узнает, где находится телефон Новой, и выслеживает ее похитителей. Телефон девушки оказывается в небольшом фургоне. Открываются двери. Риктор показывает Майлзу человека с мешком на голове. Выпускает в этот мешок пулю, бросает его на асфальт и уезжает. Майлз в отчаянии снимает мешок, но там не Нова, а Хадли, его приятель с работы. Парень решает покончить со всем этим ужасом раз и навсегда. Он идет в очередное заброшенное место, включает трекер и ждет Никс. Он в очередной раз пытается ей все объяснить и предлагает дружить, но вместо ответа девушка выпускает ему в грудь целую обойму. Большинство зрителей в восторге, хотя есть и те, кто очень разочарован. Но особенно радуется Риктор. Он отправляет два отряда. Один, чтобы убрать тело Майлза, второй, чтобы избавиться от Никс. Также Риктор планирует ликвидировать Нову. Лишние свидетели ему не нужны. Группа людей в масках грузит тело Майлза в мешок и везет его на базу Риктора. Пока они болтают, мешок оживает и выпускает в них несколько пуль. Мы видим, что наш герой жив и, похоже, даже не ранен. Он бежит по заброшенной промзоне и встречается с Никс. Она со смехом смотрит на его бронежилет. Мы узнаем, что на самом деле случилось во время последней встречи Майлза и Никс. Как только она появилась, парень тут же показал ей тело ее отца и рассказал всю правду о Рикторе и всех его преступлениях. Тогда Никс согласилась вместе отомстить негодяю Риктору. Они сняли бронежилет с отца Никса и надели его на Майлза, чтобы разыграть сценку с его гибелью и попасть на базу Риктора. Встретившись на месте, они тут же расправляются со всеми бандитами Риктора. У наших героев хорошо получается работать вдвоем. Без особого труда Майлз и Никс пробиваются к убежищу Риктора, но главный злодей успевает сбежать. Майлз видит, что скизм хотят сделать всемирной игрой на выживание. В это время их атакует женщина с парой пулеметов, и Майлза снова спасает бронежилет. Еще один злодей сбивает с ног Никс и во время боя лишает ее нескольких пальцев. Похоже, у наших героев нет шансов на спасение. Но нет. Кажется, у Никс открывается второе дыхание, и она ловко орудует молотком. Да и Майлзу удается избавиться от своей соперницы. Он бежит на помощь Никс и снова неудачно стреляет, из-за чего происходит огромный взрыв. К счастью, наши герои снова выживают. Но на них опять валится толпа врагов. У Майлза кончаются патроны, Никс серьезно ранена. В это время Риктор хватает Нову, выбирается на крышу и ожидает вертолет. По пути он избавляется от продажного полицейского, а Нова, пользуясь моментом, рисует на стене стрелочку с надписью «Крыша», чтобы Майлз нашел ее. Понимая, что врагов слишком много, Никс крепит на себя взрывчатку и направляется им навстречу. Она бежит и поливает своих соперников пулями, а добравшись до бандитов, активирует взрывчатку, отправив на тот свет и себя, и всех врагов. Ковыляя, Майлз поднимается на ноги и замечает надпись, оставленную новой. Он догоняет Риктора и свою девушку на крыше. Парень просит злодея отпустить Нову. В ответ тот благодарит парня за то, что он сделал скизм суперпопулярным и с жертвы превратился на хищника. Майлз выпускает в злодея пулю и промазывает. А ведь это был его последний патрон. В ответ Риктор тоже стреляет и ранит нашего героя. Но яростный Майлз поднимается на ноги и движется к своему врагу. Подключается Нова и хорошенько бьет своего похитителя ногами. Между Майлзом и Риктором завязывается рукопашный бой. Наш герой побеждает и сбрасывает злодея с крыши. Раненый парень лежит и стонет. Однако Нова не спешит его спасать, а в ужасе уползает прочь. После увиденного она уже не хочет быть его девушкой. Проходит какое-то время. Майлз уже без своих пистолетов на руках. Правда шрамы все же остались. Нова создала о нем яркий комикс и парень согласен быть супергероем. Он открывает охоту на других организаторов скизма. Теперь он завалит любого, кто заставляет людей играть в такие жестокие игры. Да уж, Гарри Поттер уже не тот. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры. Это был Муви Кот. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok